Новости в эфире. Мы работаем всегда в прямом эфире. В студии Алмаз Ашин. Здравствуйте. Я назову несколько тем, которые мы будем рассматривать. Очередное рукоприкладство в детском саду. На этот раз за рамки вышла воспитатель из Павлодара. Мама ребенка уже обратилась в полицию. Третий потоп с начала августа. Столица вновь не прошла проверку дождем. На этот раз в реки превратились улицы и левобережья. Как мегаполис переживает очередное наводнение? Европа начала экономить газ. Страны Союза добровольно сокращают потребление на 15%. Каким образом и насколько уже подорожал газ в Евросоюзе? Об этих и многих других темах в этом выпуске. Начнем с того, что коррупционные риски выявлены на всех стадиях формирования гособоронзаказа от планирования до исполнения договоров. Об этом главе государства доложил руководитель антикоррупционной службы Олжас Бектенов. Фигурантами уголовных дел стали более 900 человек. И это только за прошедшие 7 месяцев. Всего за это время в стране совершено свыше 1400 коррупционных преступлений. По его информации, кардинально пересмотрены подходы к оценке работы антикоррупционной службы. Олжас Бектенов заверил, гонка за статистическими показателями исключена. По итогам встречи Касым Жмартугаев поставил ряд задач по усилению работы антикоррупционной службы. Сегодня дождь не только парализовал движение автовладельцам, но также и пешеходам. Почему ливни каждый раз оборачиваются для мегаполиса стихийным бедствием? И когда, наконец, решится проблема затопленных улиц? В поисках ответа на этот вопрос мои коллеги отправились в столичный Акимат. Сабин Архимбай наш корреспондент сейчас с нами на прямой связи. Сабин, приветствую, вы в эфире. Скажите, удалось ли с кем-нибудь поговорить? Здравствуйте. Да, сегодня погода застала жителей столицы врасплох. Социальные сети разрываются от видео, где изображены затопленные улицы города. Мы, наша съемочная команда, сами побывали на пересечении улиц Кунаева-Мангеликьель прямо в центре столицы, где воды буквально по колено, а жители столицы разуваются, чтобы преодолеть озеро из осадков. И у всех у них складывается разное мнение о сложившейся ситуации. Мы решили узнать мнение представителей Акимата, какая в целом работа проводится в городе. Сейчас рядом со мной находится главный специалист отдела водоснабжения и ливневой канализации Акимата города, Аскар Мусилов. Аскар, расскажите, пожалуйста, сколько в целом улиц города сегодня затоплено и какая работа проводится? В основном у нас имеются локальные участки затопления улиц. Это такие улицы, как Баужамо-Мошалы, Мангеликьель, а также имеются участки затопления в районе 7-й поликлиники по Ашакариму-Кутайберидовуле. При этом сейчас в столице у нас задействовано более 60 дней техники. Уже откачано более 1000 кубических метров поверхностей вод. Кроме того, необходимо отметить то, что при залповых дождях более 20 минут, согласно нормативным правовым актам, а также строительным нормам, имеет место затопление улиц, дорог на окраинах, не на окраинах, а на участках дорог, получается. С последующими упражнениями откачки вод в течение 2-4 часов. Сейчас данная работа проводится, уже работы, точнее, в последующем году откачаны Мамушалы, Мангеликьель, уже заканчивают также работы. Все работы на контроле находятся, а также работает наша подвесная организация КГП на ПХВ и Лурда Экосистем в усиленном режиме. Наверное, всех интересует вопрос, когда же закончится такая ситуация, да, в столице такая проблема с затоплением улиц. В целом, у нас запланировано что-то? Да, конечно, у нас ведется соответствующая работа по разработке проектно-смертной документации, а также посредством магистральных коллекторов ливневой канализации, очистных сооружений. Все это ведется в соответствии с перспективной застройкой и развитием города. Работа ведется? Нет, нас конкретно интересует, в какие сроки, какие улицы, на каких улицах, например, будет установлена ливневая канализация. Да, вообще, какая у нас сейчас система, да, слива воды в городе, вот чтобы всем понятно было, объясните. Получается, у нас поверхность воды у нас стекает по магистральным коллекторам ливневой канализации, они стекают, соответственно, дальше в очистные сооружения, и там дальше, в процессе обработки, точнее, очистки воды от сель-примесей, данные воды уже поступают в естественные водоемы. В данном случае это река Исиль. Работы ведутся по строительству коллекторов у нас в живых массивах, например, Куптал-1 по улице 150 Летабая, также ведутся строительство ливневых коллекторов по улице Ташенова, строительство реконструкции и строительство очистных сооружений в микроорганизме Молодежной, в Триатлонном парке района 1-4, где как раз стекаются все поверхности стоки с Балжаном Машиле, а также ведутся работы по строительству очистных сооружений района 3-6, туда будут стекаться поверхности стоки района Жилого Массива и Линка. Работы ведутся, а в какие сроки работа будет закончена по строительству? С учетом перспективной застройки и развития города Нусултан данные работы планируются построить все сети ливневых организаций и, соответственно, развивать данную систему до конца 2025 года. 2025 год. То есть нам еще, получается, три года терпеть вот эти потопы на дорогах. Хорошо. А когда работа, вот эта вот в целом работа по установке таких сливов, да, была начата? В каком году, да, вот когда именно была работа начата? Давно, как я могу сказать. Как, получается, началось развитие нашей столицы, сразу был принят приоритет развития части инженер-сети, в том числе и развитие сетей ливневой организации, так как это является одним из важных приоритетов. Поэтому, ну, грубо говоря, с приобретением зависимости данная работа у нас ведется. На каких улицах сейчас у нас уже есть ливневая канализация? У нас ливневая канализация имеется почти во всех маэстральных улицах. Это главные улицы, как Туран, Лудала, Толь-Сыздык, Мамушулы. При этом необходимо также, точнее, ведется у нас работа развития ливневой канализации в локальных участках, в том числе это вот жилые массивы Кухтала-1, Ильинка, Кухтала-2 и Егорск. Хорошо, спасибо вам большое, Оскар. Между тем, я думаю, жители столицы сами видят, что, видимо, работа ведется неэффективно, а уже в субботу, по прогнозам, ожидается дождь. И получается, что до 2025 года жители столицы будут наблюдать за такими затопленными улицами. У меня на этом все. Студия. Спасибо. Сабина Рахимбай была с нами на прямой связи с улиц нашей столицы. Мы идем дальше. Еще одна проблема, с которой вот уже полгода ежедневно сталкиваются жители и гости столицы – это неработающие лифты и эскалаторы старого вокзала. Чтобы дойти до поезда, пассажирам с тяжелыми сумками, колясками приходится проделывать нелегкий путь. Почему на вокзале возникли технические неисправности и самое главное, когда планируют проблему решать, выясняла Анель Едельхоза. Добраться до поезда на первом столичном вокзале – теперь настоящий квест. Чтобы успеть вовремя забежать в свой вагон, приходится приезжать аж за несколько часов ранее, сетуют пассажиры. А все потому, что в здании не работают лифты и эскалаторы. Недавно супругу в Уральск отправлял, тоже с двумя сумками, ребенок, жена с коляской. Короче, мы еле успели на поезд. Уже закрывался. Даже я провести не смог их. Зашел, они говорят, уже выходите, все, отправляемся. Все ждут, лишь бы на первый путь, чтобы не бегать. Эскалатор ничего не работает, пешком по подземке бежишь, там толпа такая, вообще кошмар. Мы приехали 24-го, делали маме операцию, следовательно, на ноги очень тяжело подниматься, да и с сумками неудобно. И вот сейчас приехали на второй осмотр, тоже самое тяжело, нагрузка ей. Мы за час приехали заранее. Через туннель, туннель очень тяжело там. И ребята помогают, но когда много народу, они сами спешат. Когда помогают, когда нет. И по одному, сумочек по одному, чемодан таскаешь, то вверх, то вниз. Совсем тяжело. Это же такая большая организация, и ничего не пойму, почему односторонне только, честно говоря, в карман работают. Как выяснилось, всему виной недобросовестная работа обслуживающих компаний. Со слов замдиректора по вокзальному хозяйству, с начала года это уже третья фирма. Последняя к своим обязанностям приступила всего месяц назад. В данный момент ремонт производят. Последний, вот, седьмой, восьмой эскалатор, они в данный момент разбирают, ремонтируют. Ну, остальным дефектно сделали, заказывают запчасти. Как прибудут запчасти, отремонтируют, потом запустят. То есть, когда подключат, неизвестно? Ну, когда подключат, неизвестно. Примерно? Нет, да, может, в течение месяца, может, в течение 20 дней, мы точно не знаем, как поступить в их запчасти и после этого. А вот как люди с инвалидными колясками? Для этого у нас сейчас, кроме нашего дежурного, пять дежурных вызываем. Та же ежедневно выходят пять дежурных. Они помогают инвалидам. И коляска у нас есть, пять-шесть коляска. Они помогают сами, до вагона проводят до конца. Через обездную, специально у нас, через этот обездную. С такой проблемой, говорят, в КТЖ сталкиваются впервые. Ведь новые лифты и эскалаторы отечественного производства установили совсем недавно, чуть меньше четырех лет назад. Сейчас пассажиров просят лишь набраться терпения. Действующую компанию, отвечающую за техобслуживание, уверяют, наняли после тщательной проверки и учли все нюансы. Анель Едельказыр, Стамбекос Планов и Багдад Каиркенов. Хабар, 24. Жители поселка Ясное в пригороде октобе второй год задыхаются от пыли. Из-за ремонта трассы Южный обход, проходящего через населенный пункт, на нескольких улицах продолжается интенсивное движение большегрузного транспорта. Жители опасаются не только за свое здоровье, но и за безопасность. Айсулу Махмутова об этом. Ежедневная влажная уборка, лишь малая часть забот, связанных с затянувшимся ремонтом трассы, рассказывает местная жительница Гульжамал Жалгаспаева. Женщина больше беспокоится о том, что бесконечная пыль, которая приходится дышать круглые сутки, когда-нибудь ударит по здоровью. Мы второй год не открываем окна. Комнаты не проветриваются. Забыли про семейные ужины на свежем воздухе. А дети давно не играют на улице. Это же невозможно. Дорогу нашу разбили грузовики. Хорошо, хоть газовые трубы еще не повредили. Ежедневно по улице Атаньязова, которая сегодня неофициально выполняет функцию объездной, проезжают десятки больших грузов. Встречный разъезд транспортных средств почти невозможен. Но водители задачи справляются. Через небольшой участок сокращают путь даже автовузы. Они-то и представляют наибольшую опасность, говорят сельчане. Грузовой транспорт постоянно задевает газовые трубы. А если повредит? И такое движение постоянно. Мама моя ходит на работу через железнодорожные пути. Говорит, и то безопаснее. Сам я скоро женюсь, как принимать гостей. Можно задохнуться от пыли. Ремонт небольшого участка трассы Южный обход, который проходит через поселок Ясное, начали прошлой весной. Полтора километра дороги заасфальтировали. Еще километр готовят к сдаче, сообщили в профильном ведомстве. Завершить укладку покрытия планируют к концу сентября. Далее проведут работы по благоустройству участка. Появятся разметки и знаки, тротуары с обеих сторон и фонари освещения. Были вопросы по переустройству инженерных сетей. Так как проект разработан был в 2016 году, у нас предусмотрено на одном участке только три инженерные сети. По сути, когда мы столкнулись с работой, у нас более 10 инженерных сетей, которые тоже занимают время. Были проблемы с подрядной организацией. Но, слава богу, все мы это выровняли. Работа идет безостановочно, без выходных. Завершением работ на этом участке чиновники поставят жирную точку в масштабном и проблемном проекте по реконструкции трассы «Южный обход». К его реализации, напомню, приступили еще в 2017 году. Айсул Махмутова, Айбек Даутов, Актубе, Хабар-24. Жестокое воспитание. В Павлодаре помощница-воспитательница детского сада жестоко избила ребенка. Синяк на ноге заметила мама малышки. Она обратилась в полицию. Позднее ее опасения подтвердили записи камер видеонаблюдения. На них отчетливо видно, как сотрудница детсада наносит ребенку удар за ударом. Сейчас видеодоказательства изучают следователи. Процессуальное решение пока не принято. Однако женщину уже уволили с работы, а исполняющему обязанности руководителя дошкольного учреждения вынесли выговор. Напомню, совсем недавно премьер-министр Алихан Смаилов поручил профильному министерству до 1 ноября решить вопросы лицензирования детских садов. К слову, ранее в Минпросвещение заявили о десятках обращений с жалобами на условия, в которых содержат детей в казахстанских детских садах. В Костановской области нашли тело пропавшей девочки. Напомню, поиски 5-летней Мадины продолжались почти четверо суток. Полицейские даже поменяли тактику с учетом диагноза малышки и рекомендаций нейропсихологов. И наш корреспондент в регионе Артем Грапов, он выехал на место, чтобы связаться с нами и на прямой связи рассказать нам самые последние данные. Мы немного позже, как только установим с ним связь, созвонимся и поднимем эту тему снова. А пока про то, что Европа начала экономить газ. Закон о снижении потребления энергии официально вступил в силу в ЕС накануне. Согласно нему, все страны Союза добровольно сократят потребление газа на 15% с августа до марта следующего года. Таким образом, Ставец Вет хочет обезопасить себя на случай полного прекращения поставок из России. Насколько уже подорожал газ в Евросоюзе и каким образом власти экономят его потребление, расскажет Асем Хасенхаза. Во Франции в первом квартале этого года газ подорожал более чем в три раза. По данным Европейской комиссии, теперь местным жителям на расходы приходится тратить в среднем на 90 евро в месяц больше. В Пятой Республике вынужденная экономия газа началась на фоне аномальной жары. Власти обязали бутики и кафе без террас держать двери закрытыми при работающих кондиционерах. За несоблюдение правила штраф 600 евро. Торговые центры по ночам отключают подсветку рекламных счетов и снижают яркость освещения. Кроме того, в некоторых регионах введены ограничения на полив садов и полей для гольфа и закрытые автомойки. Власти также призвали граждан пользоваться посудомоечными машинами только раз в день. На работу без галстука. В Испании из-за сильнейшей жары госслужащим разрешили не носить этот аксессуар, чтобы было легче дышать. Таким образом, власти надеются сэкономить электроэнергию, затрачиваемую на работу кондиционеров. Также введены ограничения на освещение и отопление. В заведениях летом должно быть не меньше плюс 27 градусов по Цельсию. Зимой не выше плюс 19. Свет в витринах обязали гасить в 22.00. Таким образом, Испания постарается сократить потребление газа на 7%. Они 15, как другие члены ЕС. Королевство было изначально против чрезвычайного плана по газу. Затем одобрило, однако добилось для себя исключений. Местные жители недовольны нововведениями. Это невозможно, потому что сейчас у нас 18 градусов внутри. Если мы поднимем температуру до 27 градусов, как требуют власти, будет невозможно работать. Холодильники выделяют много тепла, и покупатели будут жаловаться. Люди выходят в темное время на прогулки, чтобы в том числе полюбоваться ночным городом. Освещением теперь же огней не будет. Рекордные счета получили британцы. Там цены на электроэнергию в июле превысили сезонные показатели почти в пять раз. Из-за жары многие жители включали кондиционеры на полную мощь. В новом году предел цен на энергоносители вырастет в три раза, считают аналитики Cornwall Insight. В результате средний счет за электроэнергию превысит 5000 долларов в год. Меньше пользоваться кондиционерами призвали и власти Финляндии, Чехии, Италии и Греции. По подсчетам Европейской комиссии, страны Союза должны в общей сложности сэкономить 45 миллиардов кубических метров газа. В Костанайской области нашли тело пропавшей девочки. Напомню, поиски пятилетней Мадины продолжались почти четверо суток. Полицейские даже поменяли тактику с учетом диагноза малышки и рекомендаций нейропсихологов. Наш корреспондент в регионе Артем Грапов сейчас на прямой связи со студией. Артем, вам слово. Да, Алмаз, добрый вечер. Действительно информация поступила о том, что девочку нашли утонувшей. Больше пока никаких подробностей в департаменте полиции не сообщали. Но сказали, что информация обязательно поделится, но это будет позже. А я напомню, что четверо суток пятилетнюю девочку искали в Костанайской области, в Костанайском районе, между городом Костанаем и селом Джамбу, откуда она сбежала в воскресенье рано утром. Девочка сбежала из дома, ее видели сначала от насельчане. Позже ее начали искать полицейские, волонтеры, неравнодушные люди. В общей сложности до полутора тысяч человек одновременно работали в поле. С ними параллельно облет с воздуха, обследовали воздух, получается, самолет Ан-2. Еще работали два вертолета, параллельно курсировали по периметру. Один из них был с тепловизором. Позже было принято решение работать в режиме тишины, потому что ребенок с особенностями у девочки аутизм, и она очень негативно воспринимала лишние шумы. Поэтому работали только исключительно пешком и собак использовали. Также поисковые отряды оставляли воду, продукты питания, к ним привязывали воздушные шары, чтобы как-то отследить ситуацию. Но все было безуспешно. И вот сегодня тело девочки было найдено. Пока к этому часу у меня вся информация за развитием событий. Мы будем обязательно следить и сообщим дополнительную информацию чуть позже. Но у нас на этом у меня все. Спасибо. Артем Грапов из Кустанайской области был с нами на прямой связи. Мы дальше идем. Уровень воды в Рейн, это главный речной транспортный маршрут Германии, понизился до опасной отметки. В некоторых местах он не достигает и метра вместо обычных двух на начало августа. Причина – продолжительная засуха. В результате страдает судоходство, поскольку от уровня воды зависит, сколько груза можно взять на борт, чтобы не сесть на мель. Это, в свою очередь, может увеличить расходы компаний или привести к сокращению производства. Некоторые угольные электростанции уже столкнулись с нехваткой топлива, поскольку корабли не могут перевозить его в достаточном количестве. По оценкам экономистов, из-за сбоев рост экономики ФРГ может уменьшиться на полпроцента. Самый очевидный рост цен на продукты питания – это заставляет беспокоиться. Кроме того, растет стоимость воды и электричества. Все дорожает. Раньше мы тратили в неделю около 50 евро на еду. Теперь не меньше 70. А во французском регионе Бордо могут уменьшиться объемы производства вина. Дело в том, что из-за экономии воды полив лозы запретили еще в мае до сбора урожая. Исключение составляет только сильная засуха, причем наиболее уязвимые сильному зною молодые виноградники. На фоне распространения вируса оспы обезьян в США образовался дефицит вакцин. Поэтому управление по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов страны разрешило вводить только одну пятую дозы препарата. В Белом доме заявили о распределении 700 тысяч доз. Еще 400 тысяч готовятся к отправке. Отмечу, в Штатах зафиксировано почти 10 тысяч зараженных. Это около трети всех подтвержденных случаев в мире. Только за полмесяца число больных утроилось в антилидерах Нью-Йорк, Калифорния и Флорида. Новости в нашей стране. Касум Жмар Тукаев принял министра культуры и спорта Даурена Абаева. Он рассказал, что в этом году число внутренних туристов увеличится до 8 миллионов человек. Министр добавил, выросла зарплата работников отдельных организаций культуры, искусства, спорта. И отчитался также о ситуации в книгоиздательской отрасли. Основные усилия сегодня направлены на обеспечение конкурентоспособности отечественной печатной продукции, в том числе детской литературы и поддержку казахстанских писателей. Отдельное внимание уделил министр подготовки казахстанских спортсменов крупным международным стартам, в том числе Олимпиады 2024 года. Касум Жмар Тукаев отметил важность развития туристской инфраструктуры и создания необходимых условий для привлечения иностранных инвесторов, а также запуска совместных проектов в сфере туризма. В этом году мы ожидаем, что, к примеру, внутренний туризм у нас достигнет более 8 миллионов человек. Это будут рекордные показатели. Поэтому надо особое внимание уделить сервису, развитию инфраструктуры. Это также поручение было дано. Но немаловажная сфера – это сфера архивов. Там большая работа по цифровизации идет, новые подходы в архивном деле. Все эти вопросы мы обсудили. Президент дал конкретные четкие поручения, которые мы, конечно же, будем выполнять. В североказахстанской области на уникальном памятнике археологии Хозлоба продолжают делать открытия. Во время последних раскопок на историческом объекте средневекового периода нашли артефакты каменного века. Теперь ученым предстоит выяснить, почему люди поселились глубоко в степи, а не в русле реки, как тогда было принято. Кристина Юсичева расскажет о находках и об истории археологического комплекса. Первые находки на Хозлобе местные археологи сделали несколько лет назад. Сейчас же исторический объект вызывает интерес и у зарубежных ученых. Они надеются, что смогут найти под землей целый город, так как многие артефакты свидетельствуют о том, что население было оседлым. На сегодняшний день на Хозлобе обнаружили свыше 10 печей. По мнению археологов, их использовали не только в быту, но и был организован массовый процесс производства кирпича. Также уже выявлены следы древней ирригации в виде плотин и арыков. А еще в округе обнаружено больше 10 мазаров. Это дает ученым предположение, что на этом месте может находиться ранее неизвестный культурно-политический и сакральный центр кочевников, населявших степи Северного Казахстана в эпоху Золотой Орды и Казахска на Галинское время. Наш основной некорполь-мазар, который выкапывались, там мы видим захоронения с табытами. Вот это все как полагается. То есть люди сюда, если где-то он умер, возможно перевозили сюда, чтобы захоронить здесь. То есть и наличие именно таких мазаров позволяет говорить о том, что это были непростые люди. То есть даже обычный бай, зажиточный человек, он не мог себе позволить поставить такой мазар. Была определенная иерархия в свое время. То есть это, как правило, говорим сейчас история Ченгизида, могли себе только такое позволить. В этом году в округе начали 10 раскопов, чтобы понять масштаб археологического памятника. И во время работ удалось сделать еще одно открытие. На месте поселения Среднего века нашли артефакты времен позднего Энеолита. Это тесла каменные, полобновления нуклеуса, наконечники стрел, скребки, пластины, отщепы, сколы, скобели, зубчатые орудия. Находки говорят о том, что территория была заселена с древнейших времен, что 8 тысяч лет назад здесь уже были люди. Они жили здесь, охотились. Ранее при раскопках археологи здесь обнаружили золотую серьгу, нашивные бляшки, зеркальца и четыре серебряные монеты 1337 года. По мнению украинской ученой Татьяны Крупы, не исключено, что эта степная местность когда-то была частью торгового пути. Это монета времен хана Узбека из серебра. Но чекан этой монеты был выполнен в столице Золотой Орды. Такие монеты, они с одной стороны широко известны, но в Золотой Орде было несколько монетных дворов. И столичные монеты, понятно, являются определенной редкостью. Соответственно, тут выплывает вопрос, чем эти люди занимались, что сюда доходили достаточно редкие монеты даже в пределах Золотой Орды. Ученые не исключают, что население могло заниматься не только обработкой глины, но и железа и даже золота, так как в этих местах много приисков. В будущем здесь планируют развивать инфраструктуру, чтобы сохранить исторический объект и привлекать туристов. Для сохранения этого памятника мы сейчас проводим работы по музеификации. Мы видели, что мы накрыли купол над этим историческим объектом. Мы, соответственно, также будем финансировать в тех объемах, которые необходимы. На следующий год на археологические раскопки приедет группа ученых из Великобритании. А отечественные археологи тем временем уже задумываются о сборе документов, чтобы стать первыми номинантами в список ЮНЕСКО из Северного Казахстана. Кристина Юсичева, Руслан Алиев, Североказахстанская область, Хабар-24. День Великого Казахского мыслителя отмечают сегодня по всей стране, а в Алматы проходит сразу несколько событий, посвященных ему. В музеях выставлены экспонаты, которые знакомят посетителей с эпохой Абая. Организованы выставки книг, рассказывающих о его жизни и творчестве. В театрах вечером зрители посмотрят интересные постановки, а в нацбиблиотеке Республики Казахстан с утра наплыв читателей. Там проходят абаевские чтения, в них участвует любой желающий. Известные актеры исполняют песни, звучат слова назидания казахского философа. Абай должен быть с нами каждый день, в каждой семье, а его слова назидания должны стать ориентиром нашей жизни, настоящей и будущей. Проявляя уважение и почтение к наследию Абая, мы воспитываем современное поколение. Это эффективный способ. Состязание великанов проходит в эти минуты в городе Кунаев Алматинской области. Оно получило название «Толагай», что в переводе с казахского означает «богатырь». Силачи соревнуются в нескольких видах, и они довольно специфичные. Например, участники поднимают огромные валуны, делают приседания с бревном весом 100 килограммов, железо сгибают. И там на месте находится наш корреспондент Карлыгаш Минаякова. Она с нами на прямой связи. Карлыгаш, добрый вечер. Скажите, в чем еще соревнуются силачи? Здравствуйте, студия. Сегодня мы действительно стали свидетелями грандиозного события, состязания в силовом экстриме. В городе Кунаев проходит впервые. На праздник спорта съехались 20 силачей из разных регионов Казахстана. К этому часу уже прошел первый этап состязаний. Полуаны метали копья 10-килограммовые. И победителем в этом виде состязаний стал Ваид Тенезбаев из города Кунаев. Он метнул копье на расстоянии 11 метров от 20 сантиметров. Затем батыры приступили ко второму этапу турнира. Они тащили по песку телегу весом полтонны. Но дело в том, что не удалось завершить этот этап, так как колесо у телеги сломалось. Они плавно перешли к третьему этапу соревнований. Как будут развиваться события дальше, покажет, конечно же, время. А пока я хотела бы дать слово своему собеседнику, заместителю директора центра проведения спортивно-массовых мероприятий Алматинской области Береку, Бекет, Улын. Скажите, Берек, каков призовой фонд и какая награда ждет победителей? Здравствуйте. Призовый фонд данного мероприятия составляет 1 миллион тенге, который будет распределен следующим образом. Первое место 500 тысяч, второе место 300 тысяч и третье место 200 тысяч соответственно. Помимо денежных призовов, будет также победителем вручен поезд, алтарь, сайта победителя, призером, медали за второе и третье места. Также всем участникам будут вручены памятные медали. Хотелось бы ответить тот факт, что это мероприятие мы планируем проводить на масштабном уровне ежегодно во всех районах Алматинской области. Возможно, даже 2-3 раза в год. Спасибо. Ну, а мне только остается добавить, что это мероприятие приковало к себе внимание сотни болельщиков. Надо сказать, что подобные состязания проводятся в целях пропаганды национальных игр и популяризации традиций национальных. К этой минуте у меня все. Студия. Спасибо, Искунаева. На прямой связи с нами была наш корреспондент Карлогаш Минаякова. Мы на этом закончим, но немного позже вернемся. До скорого.